Приветствую, комрады! С вами отставной сантехник Миха. Видео мы снимаем, как обычно, для портала обустроено. И сегодня я хочу рассказать вам о металлопластиковых трубах. О тех вещах, которые не слишком известны широкому потребителю. Чтобы показать эти трубы вам, мне не придется далеко ходить. Вот перед вами разводка водоснабжения на моем втором этаже. Вот она труба, идущая с первого этажа. Многометровой металлопластиковой трубой холодная вода заведена в санузел второго этажа. И разведена, соответственно, на душ с проточным водонагревателем, на водоразборный кран и на унитаз. В нашей стране металлопластиковые трубы сменили стальные. Вернее сказать, дополнили их на российском рынке примерно в начале 90-х. Вполне логично сравнивать новый материал со своим предшественником. На этой фотографии достаточно хорошо заметна основная неприятная особенность стальных труб. Шершавые внутренние стенки. Что на черной стальной трубе, где-то больше выраженной из-за ржавчины. Что на оцинковке. Шершавые на ощупь стенки для потребителя, для человека, живущего в многоквартирном доме, прежде всего, означают большое падение напора при большой длине водопровода. Гладкие стенки. Вода катится по трубе с минимальным сопротивлением. Шершавые стенки. Сопротивление растет, падает напор на конце водопровода. Со временем проблема усугубляется отложениями. Вот примерно так выглядит труба, простоявшая на холодной воде пару десятков лет. Ржавчина, известь, песок образуют в ней примерно вот такое заполнение, которое по консистенции, по плотности мало отличается от камня. И на этом фоне, весь в белом и на белом коне, выходит наш герой. Металлопластиковая труба. Как она устроена? Сердечник, алюминиевая трубка. Сварная алюминиевая трубка, спаянная, как правило, лазером и спаянная внахлёст. Внутренние и внешние оболочки изготавливаются из разных видов полиэтилена. Из шитого ПЕКС, из, как здесь, термомодифицированного ПЕРТ. И в некоторых случаях внешняя оболочка изготавливается из обычного полиэтилена высокой плотности. Что это даёт? Сердечник обеспечивает высокую прочность трубы на разрыв. Внешняя оболочка защищает сердечник от царапин, от мелких механических повреждений, от электрохимической коррозии, если рядом проходит какая-то конструкция или другой водопровод из материала, образующего с алюминием гальваническую пару. И на холодной воде от появления конденсата. Дело в том, что полиэтилен имеет существенно меньшую по сравнению с алюминием теплопроводность. Внутренняя оболочка обеспечивает то самое минимальное гидравлическое сопротивление трубы. Все виды полиэтилена очень скользкие на ощупь. Адгезия к ним любых материалов минимальна. И поэтому отложения не задерживаются на стенках трубы. Они благополучно выносятся вместе с водой. И труба остается идеально безупречно гладкой весь срок службы водопровода. Напор со временем не падает. Для соединения труб используются два вида фитингов. Компрессионные и пресс-фитинги. Вторые перед вами. Как они устроены? Труба натягивается на штуцер, являющийся частью корпуса фитинга. И обжимается на нем вот такой нержавеющей гильзой. Для обжимки служат клещи. Перед вами самые простые, недорогие, относительно механические клещи, ручные. Их стоимость в российской рознице сейчас начинается примерно с 6 тысяч рублей. Электрические клещи существенно дороже. Их можно купить за 12-15 тысяч и более. Инструмент на фоне пары ключей, которые нужны для сборки компрессионного фитинга, более чем дорогой. И его покупка для замены водопровода в собственной квартире явно не окупится. Этот инструмент обычно покупают профессионалы, сантехники, которые зарабатывают на монтаже водопроводов. Компрессионный фитинг устроен очень просто, собирается еще проще. Штуцер, елочка, на нем уплотнительное колечко, одно или два. На трубу последовательно надевается обжимное колечко, накидная гайка и разрезное кольцо, которое непосредственно обжимает трубу на штуцере. Затем гайка затягивается, разрезное колечко сдавливается, труба обжимается на фитинге, тем самым обеспечивается герметичность соединения. Основная проблема компрессионных фитингов, которая позволила им, вернее всему металлопластику, заслужить дурную славу российского потребителя, это течи на фитинговых соединениях. Текут только компрессионные фитинги, за пресс фитингами такое не водится. Больше того, текут они только на горячей воде и на отоплении, то есть там, где присутствуют циклические изменения температуры. Что происходит при этом, я лучше покажу на примере реального, настоящего фитинга, лежащего сейчас на моем столе. Вот это нехитрое устройство. Вот накидная гайка, вот разрезное колечко, обжимающую трубу. Вот штуцер. Вот эти резиновые колечки должны обеспечивать герметичность соединения. Труба должна быть обжата на них. Но если на конце трубы есть неровности, задиры, если сама труба овальная, то при попытке надеть трубу на штуцер, эти колечки сдираются и смещаются вот сюда, в корпус фитинга, упираются во второпластовую шайбу. И когда затягивается разрезное колечко, труба обжимается не на вот этих уплотнителях, а непосредственно на латунном штуцере. Полиэтилен достаточно мягкий материал и со временем выдавливается с гребни штуцера. Если подтянуть гайку, на какое-то время течь ликвидируется. Потом возникнет снова, после того, как штуцер снова несколько раз нагреется, полиэтилен станет более пластичным, выдавится. Через некоторое количество циклов штуцер будет обжат непосредственно алюминиевым сердечником трубы. Дальше может пойти по одному из двух сценариев. Либо мягкий алюминий плотно обожмет один из гребней и течь прекратится навсегда. Либо, что бывает гораздо чаще, дальше подтянуть гаечку не удастся. Штуцер продолжит течь и его придется менять. Ну, либо мириться с постоянной течью. Как избежать этой проблемы и сделать компрессионные фитинги такими же надежными, как пресс-фитинги? Предельно просто. Нужно соблюдать все правила сборки. Первое. Трубу режем специальным инструментом. Проблема металлопластиковых труб именно в том, что их с компрессионными фитингами можно собирать буквально на коленке с самым простым инструментом. Самый простой инструмент это, как правило, ножовка. В лучшем случае по металлу, в худшем садовая. И два разводных ключика для того, чтобы собрать фитинг. Если край трубы неровный, происходит именно то, что я описал. Колечки срываются и труба обжимается непосредственно на штуцере. Если край среза ровный, если вы используете специальный труборез, этого не происходит. Второе. Трубы. Трубы небольшого диаметра, как правило, продаются в бухтах. Поскольку труба сматывается в бухту, она на всех участках приобретает некоторую овальность. Этот овал, опять-таки, сдирает колечки и, опять-таки, заставляет трубу обжать штуцер-елочку. Не так, как это предусмотрено производителем. Решение проблемы перед вами. Калибратор. Очень недорогой инструмент. Самый дешевый калибратор продается от 150 рублей. Калибратор вставляется в трубу и делает ее идеально круглой. При покупке калибратора обратите внимание на то, чтобы у него были вот такие ножики. Ножи снимают фаски, прежде всего, внутреннюю фаску. И снятая внутренняя фаска, опять-таки, не дает трубе задрать колечки. Ну и последний небольшой, нехитрый совет. При сборке соединения нанесите вот сюда, перед первым уплотнительным колечком, небольшое количество любой нейтральной смазки. Не ГСМ, разумеется. Ну, как правило, я использую жидкое мыло. Подойдет и обычный брусочек мыла, слегка смоченной водой. В этом случае труба залезет на штуцер без сучка, без задоринки. Колечки останутся на месте. И фитинговое соединение будет полностью и абсолютно надежным. На этом на сегодня все. С вами был отставной сантехник Миха. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!